Всем привет! Вот Vista Ordeo белого цвета. Пригнали мне ее для того, чтобы поменять. Термостат. Вот он термостат. Так видно. Термостат. Температура открывания термостата. Вот здесь вот написано. Вот здесь вот. Вот и большим пальцем. 88 градусов Цельсия. Для чего менять термостат? Значит, родной Vista, как мне рассказал хозяин машины, он стоит вот здесь вот под генератором. Вот в этом месте. Вот 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 здесь вот. Родной Vista открывается при 77 градусах. Ну, для того, чтобы в машине было теплее, решил поставить его не 77, а 88. Для того, чтобы его поменять, нужно слить охлаждающую жидкость. Пробка охлаждающей жидкости. Пробка радиатора. Тойотовская, обычная. 0,9 очков. То есть 0,9 килограмм давления держит. Открываем пробку. Открыли. Сюда кладем. Теперь. Вот, слышите, маленько даже. Здесь я уже открыл, значит, слил часть тасова. Вот здесь, если смотреть на автомобиль спереди, видно радиатор. Вот он радиатор, вот его крышечка. Видно, что с правой стороны, вот видите, барашек. Там просто неудобно внизу. Вот барашек. Только точно такой же барашек на радиаторе, для того, чтобы приоткрыть его, чтобы пробки не было. Ну и когда меняешь, видите этот вот шланг, когда меняешь тасол, то есть охлаждающую жидкость, вот через этот патрубок выходит воздух, чтобы не завоздушился, когда меняется. Вот я его приоткрыл. Теперь вот здесь ничего снимать не нужно. Ничего снимать не нужно. Вот сюда завожу руку, нащупываю вдоль радиатора точно такой же барашек. Откручиваю его и подставляю, подставляю, вернее, сначала подставляю тазик. Вот он тазик с тасолом. Жидкость сама, без всякого шланга, без ничего, начинает выбегать. Ну, примерно бежит минут десять-пятнадцать. Вот видите, капает. Может быть видно. Так вот, чтоб заснять. Вот капает она. Капает примерно, ну тут сколько, литра два с половиной выбежало. Но для того, чтобы качественно слить жидкость, потому что мне нужно еще и жидкость охлаждающую поменять, вот здесь сзади на блоке. На блоке. Вон. Вдалеке виднеется. Вдалеке виднеется кранчик. Одной рукой держу фонарик, одной снимаю. Вот этот кран нужно тоже открыть. Он находится, если по ходу, тоже с левой стороны, по ходу движения. Сзади, ближе к панели, к перегородке салона. Так, сейчас попробую повесить руку. А, вот так вот. Вот. Осветил. Осветил. Вот он этот кранчик. Вот он. Вот он. Вот отсюда что ли его. Вот он. Меняет, мешает пулось маленько. Вот. Вот видно этот кранчик. Его надо откручивать, чтоб с блока тоже тасол слил. Сейчас мы этим делом займемся. Задний кран. Это вот на этот кран нужно поменять. Тот, который стоит на блоке. Вот, значит, хозяину нужно, чтоб вот с такой пипкой, чтоб можно было шланг одеть и по нему сливать охлаждающую жидкость. Ну, антифриз, тасов. Вот этот кран был сломанный. Его отремонтировали. Видите, медную пробочку сделали. По-моему, на 14 ключ здесь. Пробка здесь. А на том кране сам кран на 14, а сливная пробка, скорее всего, на 10. Сейчас посмотрим. Вот это ключ на 14, как здесь видно. Так, ключ на 14. Вот этим ключом я буду кран откручивать и вкручивать. Сама заглушка, то есть пробка, на этом кране на 14, а на том, скорее всего, внизу, который сейчас стоит на 10. Да, забыл сказать, что перед началом работ обязательно нужно отключить носовую клемму от аккумулятора, для того, чтобы никакого замыкания случайного не произошло. То есть техника безопасности. открутил я вот этот кранчик. Вот он, видите, стоял вот такой кран на Тойоте. Двигатель 1ZZ. 1.8 объем. Вот этот, что я говорил, ключик на 10. А вот сам кран, сама заглушка, пробка, она ключ на 14. Ну, стоял вот такой. Человеку захотелось вот с трубочкой поставить. А может здесь и была трубочка, отвалилась когда-то. Это медная, как сказать, вертыш медный уже отдельно выточенный. Вот это вот болтик родной, а этот выточен отдельно для того, чтобы на эту трубку одевать шланг какой-то. Ну, диаметр его сейчас скажу. Диаметр этого патрубка 8 миллиметров. То есть обыкновенный кислородный шланг можно одеть. Значит, вот сейчас буду его заворачивать. Немножко обмажу герметиком. Там почищу, как могу, пальцем подлезу. Вот это место обмажу герметиком. Вот и заверну, чтобы трубка стояла вниз. Резьба немножко идет на конус. Резьба тут на сколько? Резьба на большом на конус идет 13,1. Внизу, в самом маленьком, в самом худом месте, так сказать, диаметр ее, 12,5. Длина резьбы, резьбовой части этого крана 11 миллиметров. Вот на эту длину от начала резьбы до ее окончания конусность примерно 0,6 миллиметра. То есть чуть побольше, чем полмиллиметра. Тасол, отвернув задний кран, в радиаторе тасола тоже нет. Вот видите, пробка открыта. Там внизу я уже закрыл барашек. Это я шланг снимал, чтобы пальцем заткнул, вот это отверстие пальцем заткнул, а сюда в радиатор дул, чтобы быстрее выбежал тасол. Можно этого и не делать, он сам вытечет, если есть время. Ну, как бы хотелось быстрее, поэтому заткнул. Слив тасол, убрав кран, как я уже говорил, начинаю откручивать. А, наверное, скорее всего, надо снять патрубок. Или не надо его снимать. Сейчас посмотрим. Так, вот чтобы было удобно откручивать, я взял вот такой вот удлинитель. Вот он, удлинитель. Головка. Головка. Вот, головка на 10 миллиметров, если видно. И удлинитель. Примерно длина удлинителя с головкой примерно сантиметров, наверное, 15. Да, потому что, если брать короче туда, ключом не подлезть. Не подлезть с трещоткой. Поэтому взял вот такой удлинитель, сверху откручиваем болт. Так, крутим болт верхний, который держит термостат. Вот, трещоточка. Не торопяюсь. Идет все хорошо. Затянуто было, не сказать, что сильно. Нормально. Вот, открутил я верхний болт. Вернее, не болт, а гайку. И она пошла вместе со шпилькой, которая вкручена в тело. Вот она, шпилька. Сейчас попробую приблизить. Вот она, шпилька. Ну, ничего страшного. Шпилька так шпилька. Будем сейчас рукой ее достать. Немножко неудобно. Но достал. Вот она, она. Вот она, она. Вот она, видите, шпилька. Вот эта шпилька, которая вкручивается в головку блока цилиндров. Должна была открутиться только гайка. А она открутилась вместе со шпилькой. Вот. Сначала думал не снимать шланг от радиатора, который идет. А потом думаю, нет, сниму. Потому что неудобно будет смотреть. Может, еще термостат не подойдет. Идет все вытаскивать, мерить. Для этого вот обыкновенные плоскогубцы. Без всяких загибулек. Нормально все подлазится. Вот. Видите, тяну его от красного тасола или антифриза. Вот он, шланг снят. Все. Ни одной капли не капнуло. Вот эти вот отложения. Красные. Я думаю, красные – это краска, которая в тасоле. Больше я никак не могу объяснить. Что красный, что синий – все едино. На вкус сладкий. Все, буду пробовать внизу откручивать. Чтобы нижнюю гайку открутить термостата, тут уже не пойдет то, что я перед этим показывал. Здесь головка поменьше и с карданчиком. Сейчас я откручу и покажу. Видите, как идет откручивание процесса. Медленно, но идет. Не открутил пока еще. Значит, вот такая конструкция. Вот видите, с карданчиком. Открутил я термостат. Вот он еще не вывалился тут. Как бы на резиночке держится. Вот. Вот этот вот термостат нужно поменять вот на этот. Вот этот термостат еще не смотрел. Должен быть на 77. Вот этот на 88. Он даже немножко покороче. Не знаю, как вот этот усик, головка или как правильно назвать. Вот эта вот металлическая часть зайдет сюда. Если зайдет, то все нормально. Ну и попутно должны были быть поменены вот эти два крана. Нет, один кран. Вместо вот этого, который стоял вот с носиком таким. Сейчас будем смотреть. Значит, обязательно нужно заметить, где вот этот вот, как бы, небольшой стерженек стоит. Это когда, если вдруг термостат не откроется, здесь хоть чуть-чуть будет бежать. Он обязательно должен стоять в самом верху. Вот я его замечу, как он стоит. И попробую вскрыть. Оп! Вот она резинка. Вот она прилипшая. Вот, смотрим. Ну, абсолютно одинаковые. Да именно вот эти вот. Вот эти два носика. То есть он сюда должен зайти без проблем. Сейчас снимаем уплотнительную резинку. Одеваем на место. Одеваем. Резинка прекрасно подошла. Не забывать надо вот эту пипку, чтобы наверху была она. Ну, это вот примерно вот так. Вот так и будем устанавливать. Ну, сделаем меточку. Это где вот эта пипка будет стоять. Вот так вот. Вот так вот это будет стоять, само против. Вот. Сейчас все здесь почищу. Герметиком сделаю. И буду ставить на место. Ну, чтобы установить вот этот термостат на место, ну, предположим, вот так. Я посадочное место плоское, которое взял, ну, и зачистил напильником. Вот таким образом. Аккуратненько, не вписа, до блеска снял. Угарок, потому что если вдруг поставлю и побежишь, придется делать двойную работу. А двойную работу делать не хотелось бы. Поэтому я все снял аккуратненько. Так по плоскости тут особой точности не требуется. Конечно, можно было унести на завод, там бы прошли шуфовальным станком. Заплатил бы за это бешеные деньги. Ну, я думаю, что вот этой точности, которую я вам сейчас покажу, для термостата достаточно. Я вот сразу в нескольких направлениях эту плоскость прохожу. Вот так вот. Ну, чтобы она не заваливалась, не закруглялась. Буду мазать герметик. Сюда немножко помажу герметикой, ну, чтобы поплотнее. А можно и не мазать. Ну, я что-то привык мазать помаленьку. Для того, чтобы держалась, легче вставлялась туда. Посмотрим. Вот так вот. Без фанатизма, как говорится. Мажем. Очень-очень тонкий слой. Беру термостат. Смотрю, здесь геометку делал. Ага, вот она. Может, плохо видно. Вот она метка. Я ее вижу. Вот эта вот пипка. Вот эта пипка. Сейчас я ставлю ее. Вот так вот. Так вот, теперь выровняю. Теперь вот здесь вот выровняю. Постараюсь поровнее все это, вот эти расстояния до края, от края термостата до края патрубка. Ну, более-менее выровнял. Там на месте уже буду зажимать. Я думаю, там она в свое место войдет. Прежде чем мазать кран герметиком, я резьбу почищу. Щеткой металлической вот так почищу резьбу. Чтобы заусенцы, когда буду закручивать, там закручивать неудобно. Чтобы никакие заусенцы не мешали. То же самое на резьбу. Без фанатизма. Без фанатизма. Наносим герметик. Шпилька, которую выкручивал я из тела, которая держала крышку термостата. Надо ее открутить. Шпильку отдельно закрутить в тело опять. И гайка, чтобы закручивалась. Здесь вот звездочкой специально сделана. Сейчас попробую сделать это. Шпилька. Вот ключик специальный. Вот гайка. Сейчас я смажу ВДшкой, закручу в тело и потом отдельную гайку. Термостат установил я в патрубок. Вернее, его надо было установить в тело, чтобы вот эта резинка зашла. А потом, ну, там немножко неудобно. Поэтому я решил вот так сделать. Приклеиваю его на герметик тоненьким слоем и туда вставлю. Сама упаковка от термостата, которая 77, ой, 88 градусов, 76 там внутри. На 76 я сначала в видео говорил, что 77. Ну, поправляюсь. Там на 76, родной. Уновка термостата с приклеенным в патрубок на герметик. Завершилась фиаско. И мне пришлось ставить его, то есть термостат в тело... в тело головки. В головки? Да? Или... Нет, не головки. В тело блока цилиндров. Конечно же, в тело блока цилиндров. Вот так вот бывает. Вот он, я его установил. Видите, вот эта пипка наверху. Сейчас сверху буду ставить крышку термостата с патрубком. Так, вот крышку я установил на место. Значит, вместе с крышкой установить термостат. Это фикция. Отдельно термостат, отдельно крышку. Тогда все встанет на место. Вот при установке термостата начал закручивать гайку. Уронил ее один раз, второй раз. Ну, думаю, надо что-то делать с этим. Дал немножко гельметика. Вот так вот намазал на гайку. Вот так вот. Раз. Может, кому-нибудь пригодится. Раз. Ставил ее в головочку. Все. Сейчас она подсохнет. Ну, буквально 2-3 минуты. Она уже не выпадывает. Можно будет устанавливать. Ну, да, использовал маленькую гельметику. Не без этого. Значит, установил патрубок. Вон, видите, патрубок. Осталось надеть на него резиновый шланг, который идет с радиатора. Вот. Вот так вот надеваем без всяких гельметиков. Я думаю, что вот эти зажимы японские, они держат без гельметиков. Наденем и будем заливать антифриз. Ну, вот. Начинаем теперь заливать антифриз. Антифриз высшей категории и качества. Красного цвета. На вкус точно такой же, как тасол синий. Ну, не знаю, может, там что-то высшее в нем. Вода святая налито. Ну, будем смотреть. Так. Открываем. Ну, крышка, я бы не сказал, что высшего качества. Открывается и тут же ломается так же паршиво бутылка сама. Или как правильно, канистра. Тоже на ощупь не очень. Ну, будем смотреть, смотреть. Выпущен в сентябре 15-го года. Ладно, натура залью.